Всем привет! Вы смотрите Афишу Иркутска. Куда сходить в свободное время и как интересно и весело провести свой досуг, расскажу я, Диана Белова. Живая музыка духовых инструментов – отличный способ расслабиться и насладиться приятными мелодиями в органном зале Иркутской областной филармонии. 21 марта в 18.30 для вас выступит триома музыкантов-виртуозов – фаворит иркутской публики Артем Сыровацкий, который сыграет на саксофоне, артист губернаторского симфонического оркестра Егор Дудченко на фаготе и великолепная пианистка Алла Антонова в программе «Шедевры инструментальной музыки», произведения Иоганна Себастьяна Баха, Сергея Архманинова, Астора Пьецолы, Роберто Малинелли и другие. Отличная новость для любителей театра и танцев. В субботу, 23 марта, в Драматическом театре имени Охлопкова пройдет танцевальный спектакль под интригующим названием «Место, которого еще не было». Признайтесь, заинтересовались представление петербургского хореографа Ксении Михеевой, дважды лауреата Российской национальной премии «Золотая маска», а сам спектакль – лауреат высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой Софи-2022» в номинации «Лучший балетный спектакль». Место, которого еще не было, это спектакль исследования влияния силы слова в социуме, выраженные в формате танца. Силу слова нельзя недооценивать, ведь мы каждый день созидаем и разрушаем, объединяем и разобщаем при помощи слов, порой сами того не замечая. На прошлой неделе стартовал Всероссийский театральный фестиваль имени Валентина Распутина. В рамках фестиваля 21 марта в 18.30 в Иркутске пройдет целых два спектакля – уроки французского в Драматическом театре имени Охлопкова и последний срок в областном театре кукол Аистенок. Поэтому настоятельно рекомендую выбрать спектакль, который будет вам по душе, и обязательно посетить его. Оба спектакля позволят зрителю прикоснуться к творчеству великого писателя Валентина Распутина. Любите кино и мечтаете погрузиться в мир литературы? Тогда вам точно стоит посмотреть недавно вышедший фильм под названием «Онегин». Фильм по мотивам одноименного романа Александра Сергеевича Пушкина. Евгений Онегин представит зрителю настоящую и непростую историю любви, а также покажет жизнь молодого повеста и главного героя Евгения Онегина, который живет на широкую ногу, балы, приемы, театральные премьеры и прочие развлечения, которые может предложить ему столица, давно утомили его. Потому известие о болезни живущего в деревне дядей он воспринимает как возможность сбежать от обыденности. Однако, добравшись до имения, Онегин узнает о кончине родственника, что, впрочем, не сильно расстраивает Евгения. Его финансовые дела весьма печальны, а дядя богат и других наследников у него нет. Онегин запирается в имении, сторонится соседей, которые очень скоро начинают называть его между собой чудаком. В бесцельном одиночестве Евгения живет до тех пор, пока в соседнем имении не объявляется вернувшийся из-за границы хозяин, юный, восторженный, еще не пресыщенный жизнью Ленский, который знакомит Евгения с сестрами Татьяной и Ольгой Ларинами. Фильм можно посмотреть во всех кинотеатрах Иркутска. На этом у меня все. Проведите эту неделю красочно и насыщенно. А с вами была Диана Белова. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok